Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов и вы на моем канале Коммент Бай. Сейчас я нахожусь в Солигорске. Перед вами каркасное строение. Заказчик ко мне обратился, он купил печку, купил в одном месте дымохода в городе Минске и попросил смонтировать. Дали мой телефон, сказали, что этот человек может смонтировать. Окей, единственное, что я когда выезжал, я говорю, скиньте мне, пожалуйста, всю спецификацию, потому что, как правило, магазин укомплектовывают неправильно и, как правило, задача магазинов продать, зацепить клиента. У меня немножко другая задача, поэтому я вам покажу, что здесь очередной раз я заставлю вас задуматься о том, как должен выглядеть дымоход и прежде чем приступить к монтажу, чтобы посмотреть, все ли у вас в порядке. На этом объекте будет стоять Коза К-9. Очень много у меня монтажей по этим печам, потому что в Беларуси продается довольно большой процент. Как дачный вариант, эта печка отрабатывается на 100%. Да, прожорливая, да, но она греет отлично. Вот эта стена отделана уже суберизолом. Пол то же самое, заказчик уже сам заизолировал, потому что еще, наверное, напоминаю, здесь безопасно первое место. Это каркасник, потолки заизолированы с пенопластом. Покажу уже, какие-то вопросы будут по ней возникать. Сейчас я вам расскажу, почему продавцы продают не весь полный комплект дымохода. Объясняю. Как правило, продается вот такая вот вставка, дарка, черная труба, за ней стоит шиберная заслонка, и после шиберной заслонки уже идет насадка нижняя. Насадка нижняя идет по конденсату. Утепленная труба, а вначале по дыму. И когда вы начинаете топить, то конденсат начинает идти, струйка по наружной стенке протекает вот сюда, вот сюда вот. И когда вы приходите, уже печка остыла, здесь конденсат, конечно, это неприятно, это вонь, и просто вам не повезло. Поэтому еще раз говорю, когда вы обращаетесь в магазины, не надейтесь на то, что вас укомплектуют на 100%. Нет, это не их задача. В магазинах задача продать печь, продать дымоход. Все. Здесь тоже будет удорожание, не знаю на сколько, я привез дополнительный материал, и будем считать. Потому что здесь не посчитана противоконденсатная вставка, здесь не посчитана насадка вот эта вот. Ну, я просто знаю этого производителя, поэтому взял насадку нижнюю, другую, которая собирается уже по конденсату. Здесь не посчитаны изоляторы, такие как базальтовый картон, не посчитано крепление кровельное в виде бабочки, чтобы труба влево-право не ходила. Никакой кровельной ленты здесь нет. Кровельный герметик, давали вам? Есть, есть. Кровельный герметик, слава богу, дали. А, кровельный, я не знаю, не кровельный, это печной. Печной дали, видите, кровельный не дали. Поэтому такие вот нюансы, которые... Серый. А что вы не захотели? Такого не было никакого. Серый, лучше фиг с ним было. Ну, ясно. К сожалению, да. Поэтому еще раз говорю, прежде чем вы укомплектуете, особенно это касается, когда там на России вы вам собрали печку, да, либо с региона, и вы уезжаете там за 200-300 километров, потом возвратиться обратно, ну, это головная боль. Даже я здесь нахожусь в Минске, в Солигорске, это 120 километров, то есть если мне чего-то не хватает, я в Солигорске здесь ничего не куплю, потому что у меня есть постоянные клиенты из Солигорска, которые дымоходы у меня покупают, они покупают их в Минске. Поэтому, если вы монтажник, перепроверьте в спецификацию, у заказчика попросите, чтобы он вам выслал для того, чтобы понимать, что есть и чего нет, чтобы добрать. И надеясь на то, еще раз говорю, когда заказчик звонит, говорит, у меня полностью весь комплект дымохода, нет, у меня за всю мою практику ни разу такого не было, чтобы продавцы продали полностью, на 100% полную комплектацию дымоходов, нет, не жрите этого. Все, маленький экскурс, дело у вас в дело, сейчас мы начинаем пристреливаться, а все нюансы уже какие-то там будут возникать, на кровлю я уже поднимусь, покажу. Снег почистим, феном просушим, загельметизируем, ну, да, конечно, неприятно, когда потечет кровля. Поэтому мы и работаем. Все, приступаем, вы смотрите. Сейчас вырезали мы отверстие в потолке, здесь пенопласт, материал горючий, материал, который поддерживает горение, поэтому это очень ответственное место. Вот здесь сейчас у меня отверстие 530 мм, 53 см, хотя труба утепленная у нас идет 150 на 250. Да, поэтому к этим местам, потолкам и к кровельным проходам относитесь очень серьезно, это вам не шумно. Сейчас я нахожусь уже на кровле, темно, ничего не видно, ну да, я как нормальный человек зимой. Смотрите, что сделали, кровельный проход поставили, под него герметик, это алюминиевые китайские кровельные проходы, здесь силикон, дополнительно поставили вот такой вот герметик. Можно было, конечно, кольцо поднение сюда поставить. Здесь нам повезло, пальцы тут вот от одного края до второго края, 60 см. И мы наверх проложили бутылка в чековую ленту, и теперь влага вся будет стекать вниз. Здесь герметик проложен, то есть все будет стекать, нигде не будет никаких затеканий. Здесь вода, здесь ровненько тоже не будет снег лежать, но это довольно важно. Труба выведена на 70 см выше, то есть вот от этого конька, если у вас расстояние от нуля до полутора метра, ну тогда будьте добры на полметра выше конька. Грибок здесь поставили, грибок не моя комплектация, грибок продавал один из магазинов. Вот это вот расстояние у них 12-13 см, ну пойдет, ладно, потому что если бывают грибки вот такие вот, я бы его, наверное, выкинул бы, либо передел, наверное, скорее всего ножки бы поменял. Потому что есть грибки, они очень низкие, 5 см, это вообще, хотя там есть нормы советские, когда половина диаметра, это расстояние должно, то есть 75 мм, но для 150 диаметра считаю, что это мало. Все, ну, мы, зима, к сожалению, я хорошие кадры могу не показать, но вы суть поняли, главное, что подходило под общий конек, и если вы делаете таким образом, у вас никакой течи никогда затекать не будет. Сейчас я нахожусь на чердаке, ну смотрите, что делали. Во-первых, противопожарный узел поставили, делали вот таким вот образом. Здесь стоит фольгированный базальт, здесь перекрытие идет с пенопластом, вот такой вот блин или шайба, которую мы вырезали белого цвета, и два слоя фольгированного базальта, плюс уцепленный противопожарный узел, и противопожарный узел, чтобы здесь перегрева немножко не было, положили керамическое волокно, буквально 10 см, для того, чтобы не было промерзаний, потому что если этого не сделать, то появляется ини, потому что перепад температуры, появляется конденсат. Ну, это такая маленькая проблема, когда никуда, ничего с этим не сделать, это есть, поэтому, может быть, вам повезет, может быть, нет, но вот эти места, если холодный чердак, то я стараюсь утеплять. Все, это противопожарный узел, вот в таком варианте, это безопасный вариант, это проверенный вариант, на СИП-панелях я их ставлю очень часто, можно было поставить, конечно, из мини-рита, вариантов много, но вот это вот безопасно, потому что я показываю свои объекты, которые уже проверены, и стоят не на одном объекте. Мы вынуждены были сместиться 45-ми углами, слава богу, что я их взял в машину, закинул, потому что, когда так выезжаешь далеко на объекты, ты не знаешь, что тебя ждет. Заказчик одно говорит, спецификацию ты смотришь одну, и, как правило, когда далеко выезжаешь, берешь комплектацию, потому что полметра, я взял с собой 2,45 градусов со смещения, я тоже взял с собой. Можно ли было без 45-ти обойтись? Можно. Но снова же вопрос, а можно ли было загореться? Можно. Поэтому, чтобы этого не было, я сместился в сторону, потому что мы выходили вот ровно в балку, в балку выходили, вернее, не в балку, а в доску, которая соединяет две стропильные доски. Все, и пошли вверх. Вот такой вот короб, вот фольгированный базальт, очень классная вещь, все зашивает, все вокруг, нигде никаких соприкосновений нету. То есть, для чего это делается? В случае, если будет возгорание сажен, для того, чтобы дерево, конечно, не загорело. Сейчас еще, вот видите, вот этот помут, два уха торчит, поставим сюда планку и на ту сторону планку, для того, чтобы трубу отцитровать, чтобы не было смещения никаких ни влево, ни вправо. Ну, я считаю, что это надо делать, потому что все равно всегда какое-то движение есть. Когда ветер дует, двигается труба? Да, двигается. И на что это влияет? На кровельный проход, во-первых, влияет, потому что есть состыковки кровельного прохода с металлом, кровельного прохода, вернее, с трубой. Герметик может выходить из строя, да, может, а может не выходить, но неизвестно. Поэтому я перестраховываюсь, оставлю такие вещи. Плюс немножко где-то разгрузочка идет, ну, по крайней мере, внизу на первом этаже никакой подвижки нету. Ну, и здесь тоже смотрится достойно. Поэтому вот этот вот фольгированный базаль, это очень классная вещь. У нас в Беларуси он сейчас появился, его очень долго не было, и сейчас я использую, можете его ставить, потому что вот этот вот базаль, ну, такой более бюджетный вариант, и когда расстояние очень большие, тоже можно ставить, никаких вопросов. Он говорит, сейчас в продаже появился такой фольгированный, вот фольга, и сам он, ну, он такой вот, такой прошивной немножко. Ну, классная вещь, короб безопасный, единственное, что потом может появиться, это вот здесь вот в этом месте инии, ну, об этом конденсат, ну, никуда от этого не деться, это может быть, и скорее всего на 99% появится. Ну, не зашивайте, оставляйте открытым, потому что если положить сюда утеплитель и закрыть эту красоту, сдать заказчику, к примеру, работу, то утеплитель он напитывает и не высыхает. Здесь конденсат, который появится, он будет высыхать. Ну, здесь, снова уже это не утеплено, все, поэтому здесь перепад температуры будет минимальный, чем больше перепад, тем, конечно, будет больше конденсата. Все, идем, теперь покажу вам дальше еще работу. Сейчас перед вами, за моей спиной, коза К9, в том варианте, в котором она будет стоять, практически отделана. Почему практически? Объясняю, вверху противопожарный узел стоит, он потом при отделке опустится вниз, и тогда уже будет законченный вариант. При этом варианте его можно уже использовать. У меня к вам просьба, вот смотрите, сейчас идет черная труба, потом переходит на нержавейки. Оставьте комментарий, пожалуйста, как вы к этому относитесь, когда сочетание идет черного с нержавейкой. Для меня это очень важно, потому что мнение расходится, кому-то нравится, кому-то не нравится. Пишите в комментариях, для меня, по крайней мере, я сделаю для себя определенные выводы. Я понимаю, что на вкус цвет товарища нет, все, вначале стоит миллиметровая, двухмиллиметровая труба польского производства, Дарко, ну и самое главное, что здесь стоит, это противоконденсатная вставка, которую продавцы даже не знаю, особенно я встретился, что на территории Российской Федерации вот этих вот вещей, как правило, нету, а продавцы просто не знают. И у нас такая же ситуация в Беларуси, потому что изначально вот эта система собиралась просто по дыму, здесь по дыму, вот эта вот насадка верхняя, я вам сейчас покажу ее, я ее поменяю, вот, видите, вот сюда вовнутрь вставляется труба, и из этого места, именно с этого места будет появляться конденсат. Он будет, никуда, вы его не уберете, он появится. вопрос, если вы когда растапливаете печку, просто встаньте возле нее, и вы услышите, как шипение происходит. Вот это шипение, когда ниже точки росы, то есть ниже 60 градусов примерно, выделяется конденсат, потом он высыхает, но потом он снова появляется, когда печка остывает. Появляется. И вот эти вот потеки, я не сторонник, поэтому с этой задачей можно справиться. Это один из вариантов, это вот такая вот противоконденсатная вставка, изначально, и когда их не было, я делал из нержавейки, но это довольно трудоемко, потому что под каждую печку надо подгонять свой переход. Это очень неудобно, это очень много времени занимает для всех, как для производителя, как и для меня, как монтажника, поэтому вот эти убирают вещи очень много вопросов. Они, кстати, на обзоре у меня есть, посмотрите, и они у меня также в продаже есть. Все, метровая труба разгонная, шибер, на этой печке шибер должен быть 100%, на обзорах вы можете посмотреть у меня, зайдите, снова же ссылочку оставлю. И вот эта вот насадка нижняя, она собирается уже по конденсатам. Все, вверх пошли, там противопожарный узел, я вам показываю, как он выглядит на втором этаже. И печку можно через пару дней, сейчас зима у нас, через дня два, пусть герметик подстынет, легко ее использовать. По обзорам, когда я пишу по этим печам, мне много-много комментируют по ним, потому что, еще раз повторяю, эта печка в Республике Беларусь, она очень распространена. В России немножко здесь тяжелее, насколько я знаю, в Украине не знаю. Печка не рассчитана для постоянного горения. Это печка для того, чтобы поддержать температуру, это печка для того, чтобы нагреть. Чугун передает тепло, не забывайте. Нагреваются стенки 300, 250, 330 градусов, на стенке это нормально. Поэтому, когда вы, если вы собираясь такую вещь ставить, потому что это не шуточно тепловой элегант, обязательно относитесь серьезно вот к этим вещам. Это стена. Стена фронтальная. Здесь заказчик, почитал форму, поставил супер, скамотек. Я в начале видео говорил, что это суперзол. Нет, это скамотек 225, это идентичная продукция с силикат кальция и облицевал плиточку. Также не забывайте про пол, пожаробезопасность тоже на первом месте. И все. Это печки, у нее единственный есть минус, то, что она прожорливая. На нее надо запастись дрова. Вы у любого, у кого есть такая печка, спросите, доволен он или нет. Я скажу так, для заказчика люди остаются довольными. Да, печей сейчас очень много, большой-большой выбор. Если лучше печка, да, есть, но не забываем, что есть и хуже печка, потому что это печь, которая стоит своих денег, в своем ценовом диапазоне, в чугунном варианте, с двойной стенкой, она стоит своих денег. Не больше, не меньше, вот сколько она стоит, столько она стоит. Поэтому не надо обсирать эти печки, это нормальная печка. Потому что у меня многие считают на обзорах, что я их продаю. Нет, я эти печки не продаю. Не забываем, что я в первую очередь монтажник дымоходов. Я продаю дымоходы, у меня есть магазин по продаже дымоходов, но я не продаю печки. Прокомментируйте, пожалуйста, про то, что, как вы относитесь к тому, что переход черной трубы на нержавей. Потому что на моих объектах вы могли наблюдать, что я делаю еще поменее нижнюю часть, в том числе экран, и все остается в черном цвете. Но здесь еще раз напоминаю, это укомплектовали данный объект одни из продавцов в городе Минске, они из крупного магазина. И когда ко мне в список прислали, я, конечно, ее добавил, потому что вы должны понимать, что продавцы заинтересованы просто продать, схватить клиента, удержать его. И не надеясь на то, что вам продали все на 100%. Я не встречал магазинов в городе Минске, которые бы укомплектовали на 100%. Ни одного. Нет, не зависит от того, какое имя и какие объемы у продавцов. Потому что они, в первую очередь, рассчитаны на продажу печей. А дымоходы, это у них комплектующие. А у меня дымоходы, это основное. Поэтому я укомплектовываю всегда вас на 100%. Все. С вами был Дмитрий Михайлов. Коммент-бай. Не забываем комментировать. Всем хорошего настроения. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok